Снегоход Хаски Обязательно досматривайте до конца Обязательно подписывайтесь на канал Обязательно ставьте лайки Комментируйте Потому что Следующее видео Которое я прямо сейчас отснял Оно выйдет уже Что стало За год эксплуатации С этим снегоходом Итак С самого начала покупки И до конца всего сезона Самая жесткая эксплуатация Снегохода Хаски Вашему вниманию Приятного просмотра Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Потому что вот у нас В Нижнем Новгороде Я не нашел где купить Именно такой вот Мотобуксировщик Кому интересна судьба Эксплуатация Естественно я сделаю обзор На этот Мотобуксировщик Но сначала я его Поэксплуатирую Чтоб не было не впустую Чтоб это была не пустышка А чтоб это было Полноценный обзор Со всеми плюсами И со всеми минусами Поэтому Если вы заинтересовались Таким мотобуксировщиком Подписывайтесь на канал И не пропустите это видео Будем его тестировать Всю зиму Но для этого Надо ознакомиться С материальной частью Как к самому Мотобуксировщику Так и к двигателю И произвести Все рекомендуемые Мероприятия По обслуживанию Перед первым запуском Как правило Двигатель приходит пустой Без бензина Без масла В редукторе Без масла В картере Вот Масло вот приготовил Для нашего региона До минус 20 Это 5В40 Его буду улететь В редуктор И в картер И 92-й бензин Очень много Значит Возникло споров По поводу Какое масло В него заливать В инструкции Написано Русским Языком Черным по белому И в картер И в редуктор Льется Масло Синтетика 5В40 5В30 Это в зависимости От погодных условий В вашем регионе Чем холоднее Там и у кого-то теплее Вот Синтетика Чисто синтетика Не полусинтетика Там Не минералка Ничего Но в комментариях Лагерь разбился На две части Утверждает Что в редуктор Надо лить ТФТ Якобы масло другое Потому что на синтетике Оно крякнет И значит Вот мы и посмотрим Насколько хватит Этой синтетики Чтобы у него Крякнуло Это сцепление Вот оно Когда крякнет Когда оно крякнет На этой синтетике Вот тогда И будем уже Делать выводы Ну вот Смотрите Ребят В принципе Сугроб Где-то Ну вот 10 сантиметров Он практически Этого не чувствует Но Нижегородской области Сейчас снег Очень рыхлый Нулевая температура Едет Уверенно Пока Пока все нравится Ребят В общем Ребят Одного он тянет Без компромиссов Пока дури хватает В нем Сейчас будем пробовать Прицепим к нему Волокуши Здесь вот у него есть За что цепляться И попробуем На нем вдвоем Потому что Вообще Идея Изначально Приобретение Его была такова Чтобы вдвоем Ездить на рыбалку И чтобы все это дело У нас убиралось В багажник Очки надо Летит Снег Класса Очки надо Специально Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали... Продолжение следует... Это ловский дрифт, ловский дрифт. Если я это в хавертон снял. Я прям скинул, прям прям скинул. Да реально ездить нормально. Вот такой нюанс смотрите, когда волокуски, во-первых, когда оттормозишь, они бьют вот сюда. Ну вроде как бы не страшно, но все равно нехорошо. И заднюю вот эту вот полку пружины, ну когда вот так вот разбивает. Это вот мы проехали только буквально вот-вот немножко. То есть надо как-то вот здесь вот наварить, чтобы вот это вот кольцо волокуш где-то примерно вот здесь вот было подальше. Вот, а то нехорошо разбивается. Вот такой нюанс ребят. Убирается он вот в обычном кроссовере. Вот, в Chevrolet Niva я не знаю, уберется ли он, потому что у него сиденья складываются гармошкой. Кстати видите, стал прокладывать. Сейчас покажу почему. Опять же таки вот при перевозке столкнулся. То есть он упаковывается у меня вот таким образом, да? Вот это вот основная рама с сидушкой. Она вот вроде как бы кладется сверху сюда вот. Но, смотрите, я вот когда возил вот без этой, без этого изолона, вон видите бак уже, ну когда машина едет, трясется и бак он уже помял и поцарапал. Поэтому теперь вот с ним вожу. Потом вот еще при перевозке, вот смотрите, видите, я сейчас тоже прокладываю. Он убирается. Кстати, ребят, очень важный момент. Сейчас объясню почему. Я, по-моему, ни в одном ролике это не объяснял. То есть смотрите. Очень важный момент. Когда вы после рыбалки покатались, да, у вас все гусли будут в снегу забиты льдом, который на морозе вы не отобьете. Вам надо ехать назад. Но это для тех, кто рассматривает этот вариант как для перевозки также вот в багажнике. Поэтому сначала обязательно выбирайте себе волокуши по размеру, что сначала они у вас влезли в багажник. Потому что когда вы заснеженные гусли кладете в волокуши и мотор там, у вас, когда вы двигаетесь домой, все оттаивает и все стекает в сани. Вы приезжаете, у вас машинка чистая. А так у вас будет весь багажник засранный. Не избежать от этого. Потому что зима, в салоне тепло. Едете домой, все оттаивает. И в этом-то и фишка вся, что чтобы гусля лежала в волокушах при транспортировке. Очень важный момент. Учитывайте это. Сами гусли убираются в волокуши. И здесь как раз вот сзади остается такое место для мотора. Мотор стоит жестко и никуда он здесь не болтается, потому что его перевозить стоя только. То есть как раз вот это место остается. Этот снегоход действительно собирается без единого ключа. И здесь вот видите волокуши тоже уже прикручены. Вот. На две гайки. Каждый... Дышло имею ввиду. Каждый раз две гайки там, две гайки там крутить это тоже все время. И дышло падает сюда и волокуши достает. Удобно. Вот так вот его раз. Поправил. Вот это сиденье кстати тоже. Классная штука. Очень доволен я. Потому что все таки не пожалел денег. И взял его. Оно складывающееся со спинкой. Смотрите значит ребят. Что я переделал. Вот я... Вот он был раньше фаркоп. И смотрите я на рыбалку много ездил. Но видео мало с рыбалкой с ним. Потому что ну мало клюет плохо. Видите как уже ободрал здесь. То есть не делайте мои ошибки. И вот этот фаркоп переделывайте сразу. Если конечно вы вот такие волокуши собираетесь возить за собой. Вот этот вот фаркоп. Сейчас кстати давайте покажу как он крепится. То есть просто берешь вот так раз и все. Можно было его и дальше вот сюда вот сделать. Но у меня. Когда я вот вам сейчас показывал. Вот сюда уже встает мотор. Все. То есть волокуши. Встают гусли и мотор. И мне дальше его никак нельзя. Далее у меня вот этот вот брызговик. Он тоже уже отвалился. Он на скобах там сделанный. Вот эти гайки. Ставили тоже уже самостоятельно. Вот. Пять штучек. Ну гайки. Болты и гайки нержавейка все. Тестируем хаски по жесткому. Приехали значит тут на одну болотину в лесную. Вот. Сейчас цель какая. Поедем значит по лесу. По дороге. Если увидим может следы зайчика. То прям нырнем в лес и посмотрим как он маневрирует по лесу. Вообще едет ли он по снегу. Ну снег такой примерно ну около 20 сантиметров. Вот. Поэтому сейчас так покатаемся. Потестируем в лесу. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Давай, сынок! Сынуля! Ну! Красава! Фу! Давай! Фу! Через дерево, короче! Ой! Фу! Блин, бензин так можно потерять! Ну, я здесь просто перескочил бы. Газку надо было поддать. Так, ну заблудить мы не заблудимся. На кроняк по своему следу пройдем. Не любит наклоненным. Сейчас мы его маленько выровняем. Выровняем. Так. Давай его. Ровно. Почему-то наклоняется двигатель и глохнет. Ой! Вот это было эпично! Здесь напрямик шли проехать тогда. Ну, надо отсюда выбираться. Ну, не знаю. Поехали. Поехали! Ну, надо отсюда выбираться. Субтитры сделал DimaTorzok В инструкции написано, что двигатель перевозить только прямо На боку нельзя, может из-за этого глохнет Скорость пока не замеряю, мне это пока мало интересно Вот смотрите, у него две скорости Вот видите, вот маленькая звездочка сейчас на ней А вот большая звездочка, это скоростная, это тяговая Цепь всегда надо на крайнюю, то есть просто цепь перекинуть сюда нельзя Здесь вот есть болт, вот он Его откручиваешь, вот эту часть переворачиваешь И цепь уже на эту, то есть опять на крайнюю, на большую Это скоростная Вот Сопли текут Вот на ней замеряем скорость Как положено болт Против часовой отвертывается, по часовой закручивается Все тут просто Ага, здесь штифт направляющий То есть ты никак не промахнешься Все здесь до конца Да, и опять его закручиваем В принципе, не так и сильно был закрученный, кстати, ребят И теперь Цепь сюда Здесь вот такой вот паз есть Натяжной Он туда должен провалиться Фиксовать Вот И все И натягиваем цепь в цепь Вот достаточно Сильно его тоже особо не надо И Оп Фиксация Он вот так вот Все, никуда Все, нормально Крышку Погнали Тапку в пол Вчера было плюс четыре Сегодня минус четыре И значит Просто Едем по болоту Снегоходы Очень сильно страдают Этого в принципе нельзя делать Подшипники Можно разбить просто в хлам Застревали Вытаскивали их Но тем не менее Собачки Едут Короче, жесть полная Езжу Просто по воде Смотрите Болото А он едет Как бы вот так вот Смотрите Такая ситуация Просто Нет снега Каша А он едет Держу в курсе, ребят Держу в курсе 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 Продолжение следует... 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 Сейчас с стороны покажу, как это все выглядит. Конечно, тяжко ему уже, но прет. Я думаю, что в трудную минуту этот мотобуксировщик вас не подведет. По высокой колее неудобно на нем ездить. По центру лыжи не убирается. То есть одна лыжня у тебя в автомобильную колею обязательно сваливается, а другая поверху, и он на бок едет. Я не знаю, ребят, куда его засаживать, но нет у нас снега больше. Вот, короче. Здесь. Сейчас покажу. Ну, пока, наверное, вроде все, что рассказал. А, еще вот один момент, прямо вот напоследок. Вот смотрите, покатались, да, вот с чем я столкнулся. Просто попал в просак один раз, покатались. Ну, понятно, цепь-то сейчас за счет трения разогретая. Ну, не кипяток, да, но она все в рабочем состоянии. Ну, вот она вся сырая. Откатались на рыбалке, приехали. Если вы в неотапливаемом помещении, либо на улице его храните в разобранном виде, то цепь, она просто колом встает. То есть, ну, собранная. Ты цепь снял, все там положил. Назад грузимся, на следующий, там через неделю едем. Она колом, ее даже не расправить. Ну, сюда вот отогревать пришлось. То есть после рыбалок или покатушек цепь надо теплое помещение. Приехал сюда в багажнике легкового автомобиля. И катает меня по приличной акватории. Где-то примерно, я думаю, около 10 километров я сегодня проехал. Вот, но это еще не все. Еще где-то примерно сейчас километра 3, наверное, или 4 покатаюсь. Вот. Пока все нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы соберете его покупать, то выбирайте сами. Я ничего не рекламирую, ничего не настаиваю. Никаких там бонусных паролей не оставляю. Вот. Я его купил и показываю просто его эксплуатацию в реале.